приветствую на своем канале любители мануальной оптики и сегодня в нашем первом выпуске я расскажу собственно говоря о деятельности и направленности канала а также своей маленькой домашней мастерской связанной с мануальной оптикой задача моя и моей мастерской это адаптация различного вида мануальной оптики под современные цифровые фотоаппараты со съемными объективами вот и в данном случае проще всего использовать два варианта либо m39 для беззеркальных камер если быть точнее переходник l39 лейка и соответственно м42 для зеркальных камер также есть вариант универсального переходничка м42 nikon f который делает мой товарищ с ним и вас тоже попозже постараюсь познакомить обязательно вот ну и собственно попутно будем разговаривать каких-то редких объективов в данном случае вот у нас представлен мой роптик арестом не будем считать у крайне редким несчастый из очень редких рушляй крестных поинтар 2845 единственный раз я его жизни встречал собственно вот когда купил зеркальный индустар 22 именно зеркальный редкая штуковина очень редко попадается гелиос 65 автомат вот и сразу собственно с него перейдем в другой категории объектив трогаем разговаривать это объективы других систем адаптированная под м39 м42 здесь собственно это был байонет автомат бы была такая советская серия автоаппаратов здесь уже адаптирован под м42 вот добавлен управление диафрагма собственно говоря вопрос адаптации встает всегда в рабочем отрезке объектива об этом мы поговорим позже но на данный момент могу вам представить также адаптацию гелиос 44 старт достаточно тоже не часто штука но не сказать чтоб сильно редко здесь она уже м42 в в штатном исполнении она имеет собственный редкий байонет старт также вот у нас есть китайский объектив хорус бани изначально это был пентакс к теперь соответственно это м42 вот с возможностью установочки на зеркальные беззеркальная камера также у нас есть как вариант так он практикар это байонет практика б если не ошибаюсь вот он тоже уже адаптирован под м42 вот попутно при таких адаптациях как вот в случае с допустим fuji но нам fuji к x них байонет изначально приходится дорабатывать иногда механизм управления диафрагмой но без этого никуда иначе это будет неполноценный объектив вот также поговорим о переделке объективов для более удобного использования то есть это объективы изначально уже фотографические как он допустим всем известный юпитер 3 1 5 на 50 вот но вот в таком исполнении он у меня значит данном случае мне сильно не нравилось его mdf и удобство использования поэтому решено было вот пересадить его в другой геликой с гораздо большим ходом шкала диафрагмы соответственно управляет переуправляется диафрагма колечком штатным уже гелиоса донором был всем известный гелиос такого плана вот 44 mx назовем эту серию потому что они есть м4 5 6 7 7 вот собственно опять же хвостовиком 39 то есть систему объектив не поменял он подходит на длинномерки без зеркалки но имеет гораздо больше удобства использования и гораздо меньше mdf далее поговорим оба о переделке кино проекционных объективов под использование опять же на цифровых камерах таких как всем известные распространенные дешевики триплеты вот собственно 2 и 8 75 но это пореже немножко обычно 2 и 8 78 используется адаптирован под m42 имеет диафрагму заднюю у него другой из оптической схемы быть не может также вот мы имеем триплет триплет 5 2 и 8 на 100 тоже имеет заднюю диафрагму опять же из оптической схемы и фокусер и тирана м42 то есть полноценная соточка единственное что такие проекты очень часто не имеют резьбу сфинта фильтров вот некоторые кино проекционные объективы и объективы с кинокамер просто адаптируются вот такие как taer 41 м здесь просто добавлен задник добавлен задник вот его коллега по цеху так сказать века 9 мне даже характеристики похоже оптические схемы правда кардинально разные получила полностью новую оправку и фокусер от гелиос 44 также на m39 потому что они только на беззеркальная камера могут адаптироваться вот у бог сохранена штатная диафрагма потому что на них есть оба адаптированы вот более сложный проект кино проекционного объектива это росту 9 или 16 кп они по-разному называются здесь вот пришлось вот так это выполнить 50 миллиметров на 12 вот из него сделан полноценный объектив имеет диафрагму в том месте в котором она должна быть добавлена резьба светофильтра м39 и фокусер соответственно то есть полноценный объектив на без зеркал очки вот так же у нас есть огромный огромнейший проект вот такой про него будет отдельный выпуск вот так же с вами поговорим просто советской не советской мануальной оптики поговорим о каких-то макро возможностях объективов вот для примера представлю вам советский макро объектив всем хорошо известный пол на 9 2 и 8 на 50 вот таким колоссальным ходом геликоида огромнейшим просто и мдф у него по шкале соответственно 26 ну там 24 вернее сантиметр даже меньше вот собственно говоря забегу немножечко вперед стремлюсь создать для него какого-то конкурента из объективов изначально не фотографических как известно у него есть огромный конкурент вега 11 у вот будет один из выпусков которым будет рассказано про него вот так же адаптация опять же кинопрофессионных объективов изначально не использованы для фотосъемки вот у нас есть джена биатар 1 и 4 на 50 редкая дорогущая штука мне досталось в таком то чтобы плохому не новом состоянии вот собственно адаптирована под m39 диафрагма диафрагма штатная но конкретно выпуске данном объективе уточню конкретно про этот экземпляр а здесь не долго интересная история была добавлена часть корпуса для адаптации под беззеркальная камера вот так же попытаюсь рассказать вам про съемку на современных камерах с помощью мануальной оптики про какие-то хитрости просто про возможности мануальной оптики и про то как как это работает как этим пользоваться вот на этом собственно все ну и маленький анонсик следующего выпуска мой самый первый кастом объектив который я сделал когда только начинал заниматься всей этой истории с мануальной оптикой это индустар 22 вот про него пойдет речь в следующем выпуске вот такая вот красивая блестящая штучка но подробнее уже в следующем выпуске про него на этом всем огромное спасибо за внимание подписывайтесь следите буду стараться чтобы было интересно и информативно